Всех с Днём Святого Патрика. Ну а теперь начнём тему нашей сегодняшней лекции. Пожары в городе Туле в 1834 году. 29 июня по старому стилю, это 12 июля по новому стилю, в день святых апостолов Петра и Павла в третьем часу по полуднику произошёл пожар в доме купца Медведева, в части города, близ Петропавловской церкви. Порывистый ветер, начавшийся с самого утра при сильном зное, превратился в ужасающую буду. С немоверной быстротой бросал он гоняющие головни на 200 и более сожжения в дома разных кварталов. Так что в течение двух часов огонь распространился от Петропавловской церкви через речку Упу до Московской заставы. Так описывают это событие в своём донесении тульский военный губернатор, его императорскому величеству Николаю I. Жуткая катастрофа, которая уничтожила почти половину огромного города. Вспомним пожар в Москве в 1812 году. Этот пожар произошёл не как стихийное бедствие. Он был инспирирован самими людьми и являлся вынужденной мерой в борьбе против войск Наполеона. А что же произошло в Туле? Почему же у нас произошла такая жуткая катастрофа? Как мы знаем, катастрофы не случаются сами по себе. К ним ведёт цепочка фактов и причин, завоживших условия для столько катастрофического развития событий. Для того, чтобы разобраться в этом, начнём с самого начала. Это копия доклада его императорскому величеству Тульского военного губернатора. А это газета Мамла, периодическое издание начала 19 века, которая описывает как раз Тульский пожар. Но к этому мы ещё вернёмся. А теперь всё-таки мы начнём рассмотрение причин нашего шуткого Тульского бедствия, произошедшего на Петров день в городе Туль. И как я сказал, начнём с самого начала. Около 320 лет до катастрофы. В начале XVI века на нынешнем месте строится город Туль. Есть и основания предположить, что строительство города в начале XVI века на новом месте обусловлено политическими и военными соображениями Великого княжества Московского, начавшего активное освоение южных земель. Город Туль нужен был Москве как мощный военный форпост, выдвинутый далеко на юг. Его месторасположение было выбрано с тем прицелом, чтобы не только оградить выпады крымских татарских хор с южного направления, а также продвинуть границу московского государства дальше на юг, со старой границы по Оке на новую границу на Уку, и создать мощный плацдарм против Литвы и Рязани. Новый город Туль строится в очень, на первый взгляд, неприспособленном для строительства города Месть. В низкой, практически заливаемой пойме реки Лупы. Только непосредственно сам Кремль, Тульский Кремль каменный, возводится на небольшой возвышенности, в небольшом холме, в речной пойме. Для чего это делалось? Город Тульма, как я уже сказал, возводился никакой. Это был город Кремль. Итак, в самом начале его истории, здесь, в нем, было очень мало жителей. А бережение для Тульма было раскортировано до пяти панков московского войска. Но постоянно держать такой просто огромный гарнизон здесь было невозможно. И город стали населять людьми. Но не просто людьми, а людьми сушимыми. Главная задача которых была в внесении здесь военной службы. Эти люди жили в городе и несли в нем службу. А город сам у себя представлял, скорее, мощное укрепление, чем город в полном смысле этого слова. Как я и говорил, в центре был Кремль, поставленный на Повеновском линии. А на соседнем Повеновском линии, чуть более низком, разместился первый городской посад. Это произошло где-то в районе 40-х годов XVI века. В это же время он окружается первой деревянной стеной, острогом. Эти укрепления соединяются не были кольцевыми, а приблизительно напротив Адоевской башни Кремля, тогда еще не проезжей, ворота вне езды были сделаны значительно больше. Эти укрепления соединяются с укреплениями засечной черты, так называемым валом завитания. Как мы видим, это сплошные многорядные линии укреплений, которые вписаны в рельеф, достаточно трудно преодолеваемый. И на всех угрожаемых участках были возведены укрепления. Причем укрепления строились для того, чтобы со всех них мог вестись очень мощный, одновременный пушечный ружейный аромат. Таким образом, это был скорее форпост, нежели город. И люди, населявшие его, были никем другим, как воины. И эту ситуацию совершенно четко подтвердило то, что в 1552 году войска Девлет-Гирея, шедшие специально для уничтожения этот город, не смогли его взять. В принципе, таким же город просуществовал весь 16 век. И события смутного времени, начала 17 века, тоже подтвердили, что город Туму является мощнейшей крепостью, взять которой войска Шуйского смогли, только построив полотену и затопив Кремль. Наверное, это была одна из единственных возможностей по взятию Туму. И очень серьезная военная хитрость, но совершенно логичная, если учесть, что город располагался в низине. До 30-х годов 17 века город Тума после событий смутного времени оставался в запустении. А в середине 30-х годов, когда Московское государство вновь очень сильно укрепляется, Туму реставрируют. Но реставрируют, опять же, не просто не как город, а как крепость. И ее еще больше усиливают. Появляют и заменяются устаревшие укрепления острога с самого опасного направления, с южного, юго-восточного. Они превращаются в наиболее передовые по тем временам укрепления земляного города, или по западноевропейскому редутов, с менее угрожаемого направления, где город защищался, целой серией порочеренно располагающихся бомот и оврагов, появляются острожные укрепления. Таким образом, город в середине 30-х годов 17-го века становится еще более мощной крепостью. И его функция на протяжении первых 150 лет своего существования фактически не меняется, несмотря на то, что здесь с городом происходят самые разнообразные метаморфозы. Археологические исследования в городе позволили создать карту распространения культурных слоев 16-го и 17-го века. Весь культурный слой этого времени свершился там, где жили люди, где располагались городские кварталы, это в первую очередь на территории посадок, городских посадок, и улиц, которые сформировались в западной части города, а также за личной части, где располагались городские слободы, вернее, слободы, приписанные городу. Жили люди на наиболее возвышенных участках, все неудобия оставались незастроены, поэтому культурный слой откладывался на этих местах, и сформировавшийся в этот период культурный слой имеет достаточно небольшую мощность, несмотря на активное строительство и достаточно большую продолжительность жизни и многие исторические коллизии, которые произошли с городом за это время. Это происходило из-за того, что все попадавшее в результате строительства города дерево и прочая органика, попадавшее в грунт, она успевала перегнивать и полностью превращалась просто перегнуть, и культурный слой, нараставший в этот период времени, не отличается в связи с этим значительной мощностью. То, что мы можем увидеть здесь, даже на территории Кремля, его мощность практически нигде не превышает одного метра. Однако, как вы можете понять, что подобная ситуация не могла продолжаться вечно, город Тула из города-крепости должен был превратиться в нормальный настоящий город, или он должен был просто исчезнуть. Такой большой город, как Тула, конечно, исчезнуть мог, но для этого должны были произойти какие-то серьезные события. К тому же у города, ввиду его чрезвычайно серьезной ориентированности на армию, была еще одна большая-большая функция. В этом городе развелось кузнечное производство, которое обслуживало вот эти вот милитаристские устремления, милитаристскую направленность жителей города, основной контингент жителей города. Таким образом, производство оружия потянуло за собой во многом и изменение города, из города-крепости в город в полном понимании этого слова. И с конца 17 века город Тула начинает расширяться, начинают застраиваться участки близлежащие к существовавшим тогда улицам и кварталам, а также появляются первые кварталы уже за пределами городских укреплений. Это происходит постепенно, не сразу. На рубеже 17-18 веков мощный импульс к ориентированию Тула, продолжение ориентирования Тула на производство вооружения дает строительство здесь Тульского императорского оружейного завода. Таким образом, сюда потекли люди, сюда потекли деньги, город стал развиваться. И строительство становилось все более интенсивно. За период с конца 17 по конец 18 века мы можем проследить как минимум 6, а то и 7 перестроек города. И все эти перестройки делались из дерева. Гор, но культурный слой благодаря этому резко, его накопление в этот период резко ускорилось. Но это произошло не только благодаря еще большей интенсивности строительства, но и в связи с тем, что в городе стали застраиваться ранее неприходные, как считалось, для строительства участки, а именно в первую очередь участки в центре города, которые находились в неудобьях, около болот или фактически на самих болотах, на оврагах и так далее. Ну, и благодаря этому, сами же овраги и болота в этот период времени активнейшим образом засыпаются для того, чтобы им была возможность продолжать вот это строительство. Грунтовая вода, которая скапливалась из них, она не могла никуда деться, и она оставалась внутри этой почвы и накапливалась. Таким образом, слой в самом центре города становился очень мокрым. В этот период времени намоклись и даже те слои культурные, которые отложились в начале 17 века, которые изначально не являлись бумажными. К значительному увеличению бумажности еще и способствовало возведению Тульского оружейного завода. Завод был вододействующий, и для его работы на речках Упе и Тулице были возведены платины, которые еще больше подняли уровень грунтовых вод. Следовательно, попадавшая в землю при строительстве и жизни города органика попадала в влажный вязкий грунт, и там накапливалась и не разлагалась. Таким образом, с каждым новым периодом строительства города, с увеличением квартальной застройки в историческом центре города, получалось, что слой становился все мокрее и мокрее. И таким образом рос все быстрее и быстрее. И мы можем проследить, что если культурный слой за первые 150 лет жизни города в тех местах, где он образовался, не превышая метр, а в основном это где-то от 30 до 70 сантиметров его мощность, то здесь буквально за каждый строительный период, который мы можем проследить в городе, например, вот таких вот строительных периодов, мы в разных раскопах, я здесь привожу, и эти строительные периоды в разных участках города мы можем соотнести между собой по времени, то есть строительство, вот это строительство было не только интенсивным, но оно и закрагивало, в принципе, весь город целиком. Таким образом, единовременное быстрое выпадание огромного количества вот этой вот органики, в первую очередь древесные щепы, позволяло нарастать культурному слою до где-то до 20, 30, 40 или даже 50 сантиметров за каждые 25 лет. Таким образом, культурный слой резко нарастал. С одной стороны, это было хорошо, этим культурным слоем нивелировались все неудобия, исторически весь центр города разравнивался, но, с другой стороны, от этого резко повышалась его влажность. Ну, разумеется, люди, они по большей части, если была такая возможность, хоть какая-то, они стремились жить не в той, даже не в центральной части, где им приходилось бороться, с вот этой вот водой, засыпать овраги, сносить остатки тульских укреплений и так далее. Люди стремились жить в других местах, и поэтому городские кварталы весь 18 век более интенсивно даже растут за пределами бывшей территории города, за пределами тульских укреплений. Город резко разрастался, но при этом даже там, в новых местах, тоже рост культурных импластований в этот период времени был чрезвычайно высок. Таким образом, к концу третьей четверти 18 века город Тулуп был одним из крупнейших городов Российской империи, но в нем был многолюден, в нем было огромное количество мавок, заводов, людей, занимавшихся промыслом, огромные артели, самая большая, наверное, самая большая гончарная артель во всей Российской империи была в Туле, тульские гончары, сословие тульских гончаров насчитывало около более 80 фамилий и так далее. Но город был застроен достаточно бессистемно, и мы об этом еще немножечко дальше поговорим. Вернее, система у него была, но она продолжала те изначальные тенденции, традиции развития городской инфраструктуры, которые были заложены при строительстве своих городов в самом начале его существования на этом месте, в начале 16 века. В 1775 году Екатерина II начинает городскую реформу, и в 1779 году городу Туле даруется за ее высочайшую подписью план переустройства города Туле по регулярному штату, регулярному плану. И вот здесь мы видим как раз этот план, на котором показано, сверху показано как бы тот план, по которому городу Туле надлежит строиться, а под ним показан план, существовавший на тот момент до регулярной застройки города. Вот он более, скажем так, более детально. Это тот же самый план, только с наложением на план современного города Туле. Здесь мы можем четко увидеть, что дорегулярные города, дорегулярные улицы и так далее, ничего общего не имеют с современной городской застройкой. Но мало этого, даже и прожект Екатерины, пока здесь красный, тоже не соответствует современной застройке. Ну, естественно, это так, в принципе, наверное, не могло бы произойти. Хотя, кажется, это был не просто указ Екатерины, это даже был закон, закон Российской империи, по которому должен был строиться и развиваться город Туле. Ну, как же его можно было исполнить, и можно ли это было сделать в принципе? Вот план, дорегулярный план города, более четко, хорошо виден, совмещенный с современным городом. Расскажу об очень интересном моменте, который удалось раскрыть археологам в результате одних из археологических исследований в историческом центре города. Это на месте бывшей гостиницы «Центральной». Нами был вскрыт участок, вымощенный камнем. Вы видите это на фотографиях и на чертише городской дороги. Вот это место, вот здесь, вот эта дорога. И по археологическим данным мы смогли очень четко проследить время появления этой дороги. В Канаде, рядом с вымощенной дорогой, самая первая находка, это был Екатерининский пятак, Ачеканин, в 1774 году. Вы представляете, что получается? Наконец-то, в самом центре города, явно не без деятельнейшего участия всех властей, губернаторов в том числе, им удалось, наконец-то, превратить более хаотичную застройку, это нам тоже удалось проследить археологическими методами, то, как менялась эта застройка от нерегулярной в регулярную, превратить этот участок в полный регулярный городской квартал, который мы видим здесь, показан серым цветом. И тут не проходит нескольких лет, как выходит указ, всю срочно перестроить. Я вам могу сказать, что в историческом центре существовали и другие кварталы, которые даже на момент выхода указа еще не обрели полностью свою конфигурацию, свои границы. Многие улицы в городе, в самом центре, в самом центре, около Кремля, были немощенными. Дороги мостились запреди, дальше от центра. А здесь, как раз, где была наибольшая влажность грунта, где постоянно было подтапливано. Вот здесь, например, до сих пор сохранилась площадь, называемая площадь Восстания. И ее даже до сих пор не смогли застроить, потому что это было болото. Оно так и осталось в пустующем местах. Рядом с этим болотом умудрились сделать квартал, а в других местах такого даже не получилось даже в конце 18 века. Таким образом, я представляю, в каком были шоке наши городские власти, когда они получили вот этот высочайший указ, высочайшие соизволения, строить город по-новому. Но я вам могу сказать, что это далеко не единственная причина, почему этот город было невозможно перестроить по-другому.